После получения письма я так обрадовался, думаю, ну, работают быстро. И все, там заваренная труба, которая просто ограничивает нам доступ. В подъезде резкий запах фекалий. Люди говорят, подвал старой пятиэтажки постоянно затапливает нечистотами. Жители жаловались в управком, обивали пороги мэрии и даже писали в Кабмин. Пришло мне письмо от господина заместителя председателя исполкома, что проблема ваша решена, все у вас работает, все функционирует. Я же думаю, ну, молодцы, хорошо, проблему исправили. Хотел же я спуститься посмотреть, насколько, как эта проблема у нас решена. Посмотреть не удалось, люки позаваривали. Из горы с полкома пришел ответ – трубы починены. Когда ремонтировали, жители не видели. Подвал коммунальщики закрыли, поэтому проверить никто не мог. Где те деньги, которые мы платим за тот сервис, который должна нам предоставить эта фирма? Его нету. Трубы в аварийном состоянии, крыша там где-то как-то, ну, я извините за выражение ситуации, если я скажу громко, срала-мазала по-украински. Вот и все. Давайте просто жить нормально, мы нормальные люди, мы платим за это. В управляющей компании рассказывают – в марте одну трубу починили, а фекалий откачали. Но подвал продолжал затапливать. Подтекала канализационная труба соседнего подъезда. Эту проблему решили только сейчас. Когда нам озвучивает просто вопрос, да, и показывает конкретно, что человек хочет, никогда не вызывает никаких, как бы, проблем в его решении. Ну, он ведь обращался, и письменно обращался. Обращался ранее, но, как мы видим, проблемы, как таковой, острые не было. То есть работа была поставлена в план, и она бы сделалась там, ну, на протяжении, к примеру, в течение месяца. На канализационную трубу коммунальщики поставили заглушки. Теперь, говорят, подвал затапливать не будет, а резкий запах выветрится совсем скоро. Алла Муравик, Роберт Сиваков, Первый городской.